Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Завершение выращивания огурцов или томатов в защищенном грунте должно обязательно сопровождаться, в обязательном порядке сопровождаться, дезинфекция теплицы. Это очень важно, потому что, в принципе, несмотря на то, что даже если вы чередуете культуры, там томаты, огурцы, томаты, огурцы, а тем более, если посленовые туда высаживаете, томаты, перцы, например, у них вообще очень много общих болезней, даже и у огурцов с томатами найдутся общие болезни. Дезинфекция является просто обязательным мероприятием, обеспечивающим в будущем сезоне гораздо меньше инфекционный фон и хорошее состояние растений, какие бы вы туда не посадили. Существуют различные способы дезинфекции. Есть самые простые. Берете мыльный раствор хозяйственного мыла и моете свою теплицу, из пульверизатора обмываете. Есть более сложные. Выпускают специальные препараты за деньги, там, для дезинфекции теплиц, коммерческие предлагают, YouTube-каналы, интернет-магазины предлагают специальные препараты для мойки, которые содержат четвертичные аммонийные соли, другие сложные химические вещества и так далее. Многие по привычке, по старинке поликарбонатные теплицы моют препаратами, содержащими йод, там, какими-то разными. Ни в коем случае этого делать нельзя. Йод легко разрушает, очень легко разрушает поликарбонат. Так вот, конечно, все знают, что я являюсь педагогом Республиканского центра экологии и краеведения. Мы с ребятами много времени проводим со школьниками, старшими школьниками, над микробиологическими, биотехнологическими задачами, над их решением. И мы, конечно же, испытывали разные способы дезинфекции и растений, и поверхностей, которые позволяют нам в большой степени избавиться от различных инфекций в различной форме. Это вегетативные формы грибов, и споры, и то же самое касается болезнетворных бактерий и так далее. Так вот, оказалось по итогу, хотя мы предлагали разные способы тоже дезинфекции, ну потому что у разных людей разный доступ к этим способам дезинфекции, поэтому выбирайте как бы из разных рецептов. Но самым-самым-самым эффективным и безопасным для поликарбоната и пленки оказалось использование гипохлорита. Гипохлорит вы можете найти в любом отбеливающем средстве, содержащим хлор, от доместоса до белизны, там со всеми вариантами средств вот этой гигиены, чистки, которые имеются в бытовой химии. Поэтому рецепты, мои рекомендации очень простые. Берете бутылку белизны, если на ней написано, что содержание гипохлорита 30 и более процентов, на соду, на едкинатор, на все остальное, не обращайте никакого внимания. Вот только обращайте внимание на гипохлорит. Если там написано 30 и более процентов, то разбавляйте его пополам, вот на литр воды, литр этого раствора из магазина. Если там написано менее, ну любая цифра менее 30 процентов гипохлорита, в этом случае вот берете его неразбавленный, как есть. Слушайте, ну вот на такую небольшую тепличку поликарбонатную мне нужно пол-литра этого раствора. Ну, еще пол-литра, чтобы ее опрыскать сверху, чтобы помыть ее и сверху тоже. Поэтому это абсолютно, абсолютно, абсолютно незатратный способ. Берете, заряжаете в пульвер и аккуратненько, только обязательно используйте средства защиты, потому что гипохлорит едкий, тем более, если туда добавлены щелочи, перчатки, очки какие-то наденьте. Может быть, нос защитите сейчас с масками не проблема, у всех есть и не одна. И обязательно, как следует, все-все-все это обработайте. Имейте в виду, что этот гипохлорит будет попадать на одежду и может отбеливать вам одежду, поэтому возьмите что-то старенькое. И промойте всю теплицу, всю теплицу промойте этим раствором. Вы можете его даже не смывать, он можете через пару дней смыть просто чистой водой, потому что на поверхности поликарбонатной теплицы или пленочной могут появляться чистки, высылы, белые такие остатки. Это абсолютно безопасный метод для окружающей среды и чрезвычайно эффективный в качестве дезинфектанта. Попадание этого раствора на мульчу, попадание этого раствора на поверхность почвы является абсолютно безопасным. Более того, этим же самым раствором вы можете предварительно сжечь ваши растения, обработать ваши растения с тем, что когда вы будете их выдирать отсюда, чтобы с них не сыпались споры, кладоспариоза, фитофтороза, всех болезней, которые здесь могли быть, чтобы они не сыпались и не обогащали вам инфекционный фон теплицы вот этим запасом инфекции на следующий год. Поэтому можете обработать растения тем же самым раствором и все поверхности теплицы. И это будет самая лучшая и самая простая дезинфекция, какую вы только можете отыскать. Что ж, я надеюсь, что вы все помоете свои теплицы в этом сезоне и к предстоящему сезону, и в предстоящих сезонах, и все у вас будет в полном порядке. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok